ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброго утра и приятного пробуждения вам желает программа «Автопилот». Мы в прямом эфире, друзья. Сегодня я встречаю это утро вместе с вами пока одна. Мой сведущий Михаил Ведусин чуть-чуть задерживается. Вот мы сейчас узнаем, что будет в сегодняшней программе. Далее сделаем зарядку, и он появится. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Что Лана Рындина приготовила для сегодняшней зарядки? Как приготовить идеальные гренки? И почему закрылся парк Липки? Сегодня выбрали самые острые новости, которые вас действительно заинтересуют. Ну а сейчас готовьте коврики, и давайте все вместе с Ланой Рындиной сделаем самую настоящую, самую бодрую зарядку. Самое главное, друзья, выпейте стакан воды. Это очень важно. Разбудит ваш организм, и вы будете гораздо эффективнее выполнять все упражнения, что нам продиктует фитнес-тренер. Поехали! Всем привет! Меня зовут Лана, и я ваш личный фитнес-тренер. И сегодня у нас вопрос от Марьям. Есть ли какие-то секреты мотивации? Как заставить себя заниматься, если не хочется, но надо? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно ответить себе на вопрос. Если возникла такая фраза в голове, как «надо», то почему оно вам надо или зачем оно вам надо? Поставьте, прежде всего, перед собой цель. Я думаю, что если цель – это будет, например, какая-нибудь фигура модели, на которую вы хотели бы быть похожи, то повесьте эту фигуру перед собой на холодильник, и смотрите на нее каждый день, мотивируйтесь. Может быть, это будет немножечко заставлять вас заниматься. Во-вторых, я думаю, нужно найти себе единомышленников, общаться с ними по поводу здорового образа жизни, по поводу спорта, может быть, даже поспорить в какой-то момент, например, кто из вас быстрее похудеет за месяц. Ну и в-третьих, мне кажется, это самое важное, нужно фиксировать свои результаты, замерять свои объемы, объемы талии, объемы груди, объемы ягодиц, и фотографироваться. Фотографироваться и смотреть результаты, к примеру, ежемесячно. Я думаю, это будет самой главной мотивацией, когда вы видите результат наглядно и визуально, то мотивация сразу поднимается в разы. И сегодняшняя зарядка у нас будет с акцентом на ноги и на ягодичные мышцы. Первое упражнение – это выпады вперед, вбок и назад по пять раз на каждую ногу. Я думаю, вы можете делать это вместе со мной. Ну и начнем. Раз, два, три. Раз, два, три. Делаем сначала на одну ногу пять повторов, и затем на вторую ногу. Это у нас уже три. Сейчас будет четвертый. Не забывайте о том, что у нас колено не заходит за уровень носка. Следите за тем, чтобы когда вы приседаете, у вас были углы примерно в 90 градусов. Это у нас было пять, если я не ошибаюсь. Переходим на следующую ногу. Раз, два, три. Раз, два, три. В первую очередь нужно следить за техникой. Во вторую очередь нужно следить за настроением. И это у нас было два. Третий. Четвертый. После этих упражнений ваша попа скажет вам спасибо. И ваши ноги. Ну, и сейчас немножечко подышим, отдохнем. И долго мы не отдыхаем, только в районе 15-20 секунд. И следующее упражнение у нас сразу же снова выпады, только с поворотом корпуса. Делаем их вот так вот. Раз, поворачиваем корпус. Второй ногой. Правой. Левой. Правой. Не забываем все так же следить за техникой. Следим за своими коленями. Бережем свои суставы. И еще по два раза. Раз. Два. И следующее упражнение у нас опускание на локте и стойки в упоре. Если вы были со мной в прошлый раз, то вы видели уже это упражнение. Если нет, то начинайте его делать прямо сейчас, даже если вы только что присоединились. Опускаемся. Вот таким вот образом встаем в планочку на прямых руках. И следим за тем, чтобы у нас руки были прямо под плечами. Стараемся собрать живот, собрать все жировые запасы с себя. И держаться. Ну, а теперь стоим примерно 10 секунд. После этого опускаемся на локти поочередно каждой рукой. Вот таким вот образом. И встаем сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Половина пройдена. Шесть. Опускаем локти туда же, где у нас стоят руки. То есть прямо под плечи. У нас осталось три раза. Еще два. Не забываем встягивать живот. И последний. И сейчас мы не встаем. Мы держимся еще, считая до 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я надеюсь, вы выдержали. Встаем плавно. Держимся руками. Отдыхаем. Считаем примерно до пяти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И у нас еще один такой подходик. Опускаемся. Наклоняемся. Встаем. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И делаем то же самое. Опускаемся на локти. Локти ставим прямо под плечами. Не забываем втягивать живот. И это уже четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ноги напряжены. И десять. И сейчас встаем в планочку и стараемся прямо вот все-все-все в себя втянуть. Все держать напряжение. Все наши мышцы. Все это делается для того, чтобы они у нас были крепкие, красивые. И еще буквально пять секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И встаем вот таким вот образом. Шагаем руками назад. Ух. Чуть не упала. Ну что же, а на этом все. Сегодняшняя наша зарядка подошла к концу. Я желаю всем вам отличного дня и хорошего настроения. До завтра. Пока-пока. После зарядки даже жить становится веселее. Мы очень надеемся на то, что вы уже начали пробуждаться. Мы приготовили очень много для вас интересного. Напомню, вы смотрите программу «Автопилот». Меня зовут Юля Астахова. Пока я одна, но есть у меня с ведущим Михаил Ведузин, который мчится на всех парах, чтобы вам поднимать настроение на протяжении всего этого доброго утра. Сейчас по плану у нас гороскоп. Как всегда, уже традиционно можно придерживаться всем указаний Марии Белат, которое каждое утро составляет самый свежий гороскоп. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. Ну а теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овен. Старые связи окажутся полезными, и вам стоит ими воспользоваться. Телец. Если вы влюблены, то сейчас ваши отношения могут перейти на следующий этап. Близнецы. Не одалживайте деньги вашим друзьям. Можно легко потерять и деньги, и дружбу. Рак. Если вы ушли с головой в работу, то пора как можно быстрее сделать паузу и уделить внимание вашим отношениям. Лев. Упрямство ваших партнеров или коллег может стать для вас неожиданным препятствием. Дева. Ваша амбициозность не должна мешать вам находить гибкие решения для возникающих конфликтных ситуаций. Весы. Уделяйте внимание даже самым незначительным мелочам в различных жизненных ситуациях. Скорпион. Бессмысленные, оторванные от реальности планы и проекты обернутся обманами, сплетнями и ухудшением финансового положения. Стрелец. Если вас не удовлетворяет выбранная профессия или дело, которым вы занимаетесь, подумайте о том, чтобы вы могли изменить. Козерог. Вам будет трудно поддерживать гармонию в любовных отношениях, и вы сами начнете создавать сложные ситуации. Водолей. Отложите оформление кредитов, страховок или иных важных юридических документов на более поздний срок. Рыбы. Остерегайтесь предательства со стороны ваших партнеров или коллег. Внимательно проверяйте все документы. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Программа продолжается. Ура, друзья! Движущие силы, чтобы вас разбудить стало больше. Со мной рядышком Михаил Ведучин. Да, всем доброе утро. Но это те самые незапланированные пробки, которые ворвались в нашу жизнь. Ничего не смогли с ними поделать. К сожалению, вот так вот. Прошу вас прощения, но, слава богу, мы все здесь. Ну, это прямой эфир, знаете. Да, между прочим. Тем более интереснее. Ну что, движемся дальше. На очереди афиши. Пора разобраться, куда можно сходить в самые ближайшие дни. И эта рубрика помогает не только нам с тобой распланировать свою неделю, но и вам, телезрителям. Очень надеемся на это. В первую очередь она помогает вам, поэтому все внимание на экран. Анастасия Куклева расскажет, куда же сходить, и что в Саратове очень интересно. Ну вот и подходит к концу второй месяц весны. Дни становятся длиннее, воздух ароматнее, пение птиц звонче. Одним словом, настало прекрасное время для прогулок, но, согласитесь, стандартные маршруты по близлежащим улицам и паркам быстро надоедают. И тут, кстати, придется наша рубрика афиша. О том, где в нашем городе на этой неделе точно будет интересно, в ближайшие минуты расскажу вам я, Анастасия Куклева. Считаете завтрак самым важным приемом пищи? Берете с собой на работу вместо конфет натуральные снеки и жизни не мыслите без здоровой пищи? Или давно мечтаете добавить в свой рацион полезную еду, но не знаете, с чего начать? Тогда рекомендую в эти выходные посетить фестиваль вкусной еды в национальной деревне. В нескольких словах расскажу, что это такое. Фестиваль вкусной еды – это традиционный праздник вкуса, полезной еды и хорошего настроения. В этом году он приурочен к празднику Пасхи. Все гости гастрономического фестиваля смогут не только продегустировать, но и приобрести качественные и полезные продукты прямо от производителей. Особое место на праздники организаторы отвели для пасхальной ярмарки, на которой можно будет приобрести пасхальные куличи, выпечку, молочную, мясную и деликатесную продукцию для праздничного стола. Кроме гастрономического изобилия гостей праздника ждет и насыщенная концертная и развлекательная программа. Среди участников фестиваля организаторы разыграют 10 вкусных корзин и более 20 других подарков. Товары для дома, сертификаты в магазины и салоны красоты, приглашения в развлекательные центры. Я думаю, за такие подарки стоит побороться. Поэтому не упустите возможность и приезжайте 30 апреля в национальную деревню на фестиваль вкусной еды. И не забудьте захватить с собой паспорт. Это обязательное условие для участия в розыгрышах. Любите вкусно поесть и повеселиться? Тогда вам просто нельзя пропустить третий фестиваль натуральной продукции Фортефест. Почему нельзя? Сейчас объясню. Во-первых, это бесплатно. Никаких дополнительных вложений. А суббота и стандарт не может превратиться в яркую и незабываемую. Поэтому остаться дома просто непозволительно. Теперь о том, что вас ждет. Сыры от Джона Кописки, Джея Клоуза, Марии Коваль, колбаски из лососа в брусничном соке, элитный органический мармелад и намесленный шоколад, который делают вручную из какао-бобов. Представляете, все эти лакомства на праздники можно будет продегустировать. Ну а те, что понравятся, увезете домой в свой холодильник. Но Фортефест – это не просто фестиваль натуральной продукции. Это еще и настоящий семейный праздник с насыщенной развлекательной программой. Вас ждут живые концерты Люси и ребята и джазовая команда Николай Буданов и друзья. Контактный зоопарк и фотозона с Хаски. Еще в программе гастрономического праздника детская анимация, пасхальные мастер-классы, танцевальный флешмоб, а также турнир по настольному футболу, мафии и боулингу. Воспользуйтесь хорошей весенней погодой и выберетесь всей семьей на природу. Отличное настроение, положительные эмоции и море вкусной еды вам гарантированы. Помните интеллектуальную игру «Что, где, когда». Наверняка кто-то из вас даже отправлял вопросы для знатоков, а кто-то сам хотел побороться за хрустальную сову и отгадать, что в черном ящике. Теперь такая возможность у вас есть. 26 апреля в Саратове состоится интеллектуальное сражение «Игры разума». Это та же игра «Что, где, когда», только проходит она в более непринужденной атмосфере. Главная задача «Игры разума» — выяснить, кто самый умный. Ну, по крайней мере, будет таковым до следующей игры. Поэтому, если вы обладаете врожденным даром мыслит логически, собирайте всю свою эрудицию и дедукцию и приходите на «Игры разума». А я пока вкратце расскажу вам несколько простых правил. Игра состоит из двух раундов. В каждом по 8-10 вопросов. На их обсуждение команде дается всего по полторы минуты. Кстати, о командах. Их в игре одновременно участвует несколько, в каждом не более 6 человек. Поэтому, если среди ваших друзей есть настоящие эрудиты, которые не боятся вопросов из серии «Что, где и когда», смело зовите их на игру. Организаторы обещают всем хорошее настроение и каверзные вопросы. Кстати, за них отвечает дневной клуб «Дружба». Там 26 апреля в 19.00 и состоится игра. Такими культурными событиями порадует нас Саратов в ближайшие дни. На этом, как вы поняли, наш список мероприятий подошел к концу. Но уже через несколько дней я, Анастасия Куклева, снова расскажу вам о том, чем еще можно будет разнообразить свое свободное время. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Интересные фильмы в эфире телеканала «Саратов-24». В 10.10 приключенческо-фантастический сериал совместного франко-канадского производства «Горец-3. Чародей». Это героическая сага о расе бессмертных воинов, и ее главный герой – один из них. В третьей части фильма «Бессмертный воин» Конан Маклауд вновь вызван на поединок. На этот раз своим самым могущественным врагом – колдуном Кейном, заточенным под мистической горой в Японии 300 лет назад и достигшим невероятной магической силы. Ничего не подозревающего археологи освобождают Кейна. Теперь для того, чтобы править миром, колдуну нужна магическая энергия, которую он сможет получить, только убив горца. Сможет ли он ее заполучить, и чем закончится вечная война за магическую энергию? «Горец-3. Чародей» смотрите сегодня в 10.10 на телеканале «Саратов-24». Снова желаем вам доброе утро, друзья. Пробуждайтесь вместе с программой «Автопилот». Мы будем очень рады, если вы проведете это начало дня вместе с нами. Да, мы просим вас пробуждаться быстрее, выше и интереснее. Пусть вы быстрее встаете с кровати, будете выше над ней, и ваш день будет интереснее вместе с нами. Так звучит тема нашей сегодняшней программы «Быстрее, выше, интереснее». Мы для вас уже запустили опрос в нашей группе ВКонтакте, в группе «Саратов-24». Какой необычный вид спорта вы хотели бы освоить? Что вам интересно? Гандбол, виндсерфинг, конный спорт, американский футбол и свой вариант в комментариях. Люди пока ничего интереснее конного спорта не советуют нам в комментариях. Если вы играете в какой-то очень интересный вид спорта, может быть, вы гольфист. Ну и потом, знаете, интересный вид спорта, например, личный опыт, да, женский футбол. Он ведь не так давно вошел вообще в моду. В Олимпиаду. Можно сказать, что для... Можно сказать, что большой футбол есть, по-моему, в Олимпиаде, а мини-футбол нет. Да, что-то такое. Ну ладно, это все нюансы. На самом деле, это же тоже является необычным для девушки. Необычный. Поэтому такие ответы тоже принимаются. Да, может быть, вы играете в снукер, может быть... А, что такое снукер? Снукер, это очень сложная игра, это бильярд, бильярдный стол, только без луз, если я не ошибаюсь. И куда шары летят? Шары никуда не летят. В болта. Ну когда же я с дручкой снимаю? Я потом тебе расскажу. Это как с кофе, да, то же самое. Но расскажите нам о своих увлечениях, о своих... Кстати, может быть, вы играете в дворовые виды спорта, в лапту, которую мы тоже не раз обсуждали и играли в городки здесь практически на этом столе. Ну а что, наступает такое время, когда очень многие занимаются спортом, возобновляют свои занятия, потому что хотят быть более привлекательными к пляжному сезону. Слушай, ну если в Нардо играть, к пляжному сезону не получится. Ну знаешь, если ты играешь, и ты увлечен, ты не успеваешь ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин и тоже худеешь. Если пару лет поиграешь в Нардо, то правая рука твоя будет накачена. Это как минимум, да. Поэтому мы вас призываем голосовать в нашей группе ВКонтакте. Пишите свои варианты в комментариях, в какие игры вы играете и что для вас является интересным. Может быть, какая для вас суперигра такая, что вы развиваете свое тело. Может быть, вы какой-то игрой, ну опять же вернемся к Нардам, что вы развиваете свое логическое мышление и тактические ходы. Расскажите нам об этом, поделитесь. Возможно, кто-то также примет участие и договорится с вами, и вы проведете небольшие соревнования. Ну а пока мы продолжаем нашу программу, пока ждем ваших комментариев. Зооспас ежедневно помогает нам и делится с нами информацией по поводу того, каких же животных кто-то, может быть, потерял. Может быть, само животное потерялось и хочет найти себе дорогого друга в вашем лице. И прямо сейчас мы поделимся. Появится малыш на экране, вы сможете лицезреть эту грустную мордашку. Друзья, мальчик совсем кроха, возраст приблизительно в месяц. Очень сообразительный малыш, пристраивается в квартиру без самовыгула. Ну и, конечно же, хочется, чтобы взяли его ответственные люди и заботились о нем, и любили его. Как бы он любил их всем своим большим сердцем, несмотря на маленькое тело. Сказал, аж слезы потекли. В общем, друзья, ищите доброту в своем сердце и забирайте крох в себя. И организация «Зооспас» будет очень рада, мы будем очень рады. А уж как вам понравится, вы себе не представляете. Такой вот, такой вот, с ладошку. Если у вас есть свободное место в кармане, заберите, пожалуйста, малыша. Он готов уже, бежит к вам. Как Юля говорит, заберите крох. Ну что, время поговорить о завтраке. 7.40. Многие сейчас уже трапезнищили вам, друзья. Они разговаривают. Приятного аппетита. Да, за завтраком нечего разговаривать, надо завтракать. Если вы уже завтракаете, то приятного аппетита. Если только собираетесь что-то приготовить, то наша рубрика будет вам очень полезна. Да, мы с удовольствием подскажем вам утренний бутерброд. В среднем, чтобы заснуть, человеку нужно 7 минут. То есть утром нужно опасаться длинных очередей или остановки. Поэтому лучше задержитесь дома и позавтракайте вместе с нами. Это «Утренний бутерброд» и я его ведущая Анна Антонова. Специально для вас я приезжаю в гости к нашим телезрителям и узнаю и пробую новые рецепты. Сегодня мы в гостях у Романа Габдулина. Здравствуйте, Роман. Я слышала, что вас еще называют Вова Вовочкин. Кто это? Я даже не знаю, если честно. Правда? Мне кажется, да, тебе кто-то наврал. Обманул тебя совсем. На самом деле, это такой мой персонаж, которым я пользуюсь на праздниках. Ну, как пользуюсь, то есть в каждом образе и работаю. Самое главное, что больше всего я использую его для праздников с детьми. Чем он завтракал бы, если бы? Мне кажется, поскольку у него еще есть бабушка, а бабушка ему когда-то показала рецепт очень вкусных штук, которые она назвала «Язык проглотишь». Ты знаешь такое выражение «Язык откусишь». Да. Вот она сказала, что это не «Язык откусишь», это «Язык проглотишь». Сначала откусил, потом пригласил. И для этого нам всего лишь нужен батон, яйца, молоко, сахар, сливочное масло, ну и сковородка с плитой. Ну, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь, давай-ка, мы сделаем две ванны, я бы так сказал, с молоком. Одна для тебя, ты будешь туда... Омолаживаться. Да, и с яйцами. Дальше мы должны с тобой добавить сахар. Сахар? В яйца. Что это нам даст? Это нам даст вкус, то есть это будут сладкие штуки, от которых точный язык проглотишь. Теперь нам нужно с тобой... Так, а ты не готовишь на чужую кухню? Только смотришь, да? Хорошо. Да, я стараюсь не готовить чужую кухню, я узнаю и пробую новые рецепты. Вот этот рецепт тебе понравится, потому что он очень легкий. Вот смотри, нам нужен хлеб, желательно черствый, то есть если у нас остался где-то батон в хлебнице, которому уже пару-тройку дней, то это будет самое то. Нарезаем вот такие вот не очень толстые средние кусочки. Так, в общем, наша с тобой задача. Конек-горбунок, сказку знаешь такую? В общем, там он, чтобы стать моложе... А кто там был-то, кстати, кроме конька-горбунка? Там был царь, который хотел стать моложе и... А нырял туда кто на коньке-горбунке? Иван Дурачок. Иван Дурачок стал умным и красивым, а царь умер, вот и все. Ясно, в общем, ладно, плохая история. Так, чтобы стать вкуснее, мы сначала окунаем молоко. Правильно? Да. И... Из молока уходит вот эта прекрасная смесь сахара и яиц. Первый мы, по-моему, вот этот вот закидывали. Вот, отлично, ты чувствуешь, как красиво. Вот от этого сейчас съемочная группа «Саратов-24» будет просто без ума. Я думаю, как-нибудь мы должны снять съемочную группу, просто разворачиваем камеру, а там такие уже... Пусть они готовят, а мы... Какое самое сложное блюдо, которое ты готовил в своей жизни? Самое сложное? Да нет сложных блюд, которые я готовил. Я сложные блюда просто не готовлю. Я готовлю, я импровизирую, там делаю салатик, начинается все, например, с мяса и достается из холодильника все, что есть. Все это жарится в одной сковороде, потом перемешивается, добавляется туда даже какой-нибудь томатный соус или кетчуп. И в итоге это получается крутая штука для какого-нибудь гарнира. Неважно, это будет картофель пюре, картофель фри или макароны. Как аппетитно это выглядит, да? Это еще сковородка такая чужая, она кручет, дырочку просто, да, они получились. Итак, сегодня мы приготовили очень вкусный, сладкий завтрак, который подойдет и для детей, и для всей семьи на выходных. Приготовил нам его Роман Габдулин и готовила вместе с ним Анна Антонова. Пишите нам, рассказывайте нам о своих рецептах, и мы приедем, и вы будете следующим героем нашей рубрики. Пока! Одни из лучших документальных фильмов в эфире телеканала «Саратов-24». В 14.05. Тайна советского кино. Несмотря на цензуру и идеологическую подоплеку, советский кинематограф подарил зрителям сотни прекрасных фильмов, которые снискали любовь не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Один из таких фильмов по семейным обстоятельствам. Как только в свое время критики не называли эту картину зрелищем на один раз, бессмыслицей, ширпотребом. Да и сами актеры были о ней невысокого мнения. Но вот уже 35 лет он собирает у экранов миллионы все новых и новых зрителей. Это тот случай, когда в кино все как в жизни. Молодых мучает квартирный вопрос. Зять не любит тещу. Свекровь ворчит на сноху. А как сложились семейные обстоятельства у актеров этого фильма в реальной жизни? Почему логопеда в исполнении Ролана Быкова с его фефочкой и улицей кое-кого чуть не вырезали из картины? Какую сцену отобрали у Стебнова ради Евстигнеева? Тайны советского кино сегодня в 14.05 на телеканале Саратов 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас на дорогах Саратова и близлежащего города Энгельса. Три балла у нас сейчас дорожная ситуация составляет... Посмотрим на центр города, что происходит там. Московская уже начинает стоять. До улицы Рахова стоит от Степана Разина, от железнодорожного вокзала. Все уже красное. Естественно, все улицы, которые прилегают к Московской, также начинают простаивать. Рахова, Астраханская, Университетская. Ну и, собственно говоря, Степан Разина, естественно, тоже стоит. Итак, давайте перейдем. В общем, ситуация в центре пока средняя. Желтого цвета все окрашено, кроме той самой улицы Московской. Пока перейдем в Ленинский район, улица Тракторная. Та, что заканчивается, вернее, или начинается около проспекта 50 лет Октября. Она, естественно, уже красная на пересечении с 50 лет Октября. Как на проезде в сторону центра, так и при выезде из центра в сторону Ленинского района. Пока проспект 50 лет Октября едет достаточно хорошо и в одну, и в другую сторону, если смотреть от третьей дачной. Давайте двигаться дальше. Проспект Строителей уже окрашен красным цветом при подъезде к кольцу. Но там все это не просто так, не из-за светофора, а потому что там уже свершилось дорожно-транспортное происшествие. Улица Шахурдина уже начинает загружаться при проезде в сторону центра. Если ехать из центра, то здесь никаких проблем и никаких затруднений не происходит. По Шахурдина старайтесь не ехать. Вы можете объехать по проспекту 50 лет Октября этот момент и потом уйти на мост, чтобы спуститься на Скаловую улицу. Небольшой маршрут вам сейчас проложим. Юбилейный Усть-Курземское шоссе, все хорошо. Как всегда, от Волги едет замечательно до самого юбилейного. Но в юбилейном происходит уже то самое действие, которое происходит каждый день. Люди встают в пробки. Встают они в пробки перед кольцом строительного рынка. Там ваша скорость составит всего лишь 7 км в час, поэтому без 10-8, кто знает. Здесь нужно подкинуть монетку, успеете вы на работу к 8 или нет. Итак, спускаемся через Затон в сторону центра города, в сторону Энгельса. Затон отлично едет как в одну сторону, так и в другую. Здесь все без проблем. Но вот уже подсказывает, что 4 балла у нас. Исправилась дорожная ситуация с трех лучезарных зеленых на четверку желтого цвета. Итак, мост едет отлично. Лесозаводская улица также двигается. Это мы уже переходим к Энгельсу, естественно. Ну и, конечно же, вдоль пляжа пока есть небольшие затруднения. По мосту вообще можно ехать 60 км в час. Все нормально. Итак, Чернышевского едет без каких-либо затруднений. Даже у Кристалла пока еще пробка не собирается. Новоастраханское шоссе также двигается, кроме тех мест, которые являются пересечением с железнодорожным полотном. Ну а проспект Энтузиастов и улица Орджоникидзе здесь плачевные 10 км в час. Уже пробка собралась, уже люди готовятся друг к другу пожать руки. Это те люди, которые изо дня в день стоят в этой пробке. И кто-то кому-то, может быть, принес кофе этим ранним утром. Они сидят в соседних машинах и говорят, на, дружище, держи тебе кофе. Мы вчера с тобой рядом стояли. Давайте поднимать друг к другу настроение, не важно где вы. Вы находитесь в своем личном автомобиле в пробке или вы стоите рядом с бабушкой в троллейбусе и смотрите нас через социальные сети. И пожелайте ей хорошего дня, хорошего настроения. Просто улыбнитесь тем людям, которые есть вокруг, и все будет хорошо. Хорошего дня. Мы переходим к новостям, к тем самым снег, дождь, лед, слезы. Все это... Автопилотом правит позитив. Все это вьюнных новостях. Друзья, о погоде на территории нашей большой красивой области. Сегодня среда, 27 апреля. В Саратове и Англии синоптики обещают пасмурную погоду. Солнце будет выходить, но на очень короткий срок и тут же убегать. Дождь будет, но не сильный. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Что касается температуры, то днем разогреет до плюс 16, ночью будет плюс 10. Очень надеемся, что прогноз погоды вам пригодится и поможет не промокнуть под дождем. Ого! До плюс 16. Нет, ну тепло, тепло, но пасмурное ведь, а хочется же... Ну там и сейчас тепло. Слушай, ну от дождя травка зеленеет, и от этого становится приятнее. Чуть потерпим, а потом выходные на зеленой траве. От дождя зеленеет травка, от дождя смывается пыль с машины. Можно не мыть. От дождя мокнутого волосы на голове. Все утро укладываешься, а потом раз и под дождь попала. Потом раз и кудряшечка. Девочки меня поймут. Потом раз и в кудряшечку. Сегодня, между прочим, не просто 27 апреля. Отмечаются очень многие праздники. И очень многие отмечают сегодня свой день рождения. Марьяна приготовила сводку новостей. Давайте ее послушаем. Всем доброго дня. Мне приятно знать, что в качестве неотъемлемой части своего утра вы выбрали программу «Автопилот». Она точно не разочарует вас. Например, сейчас мы вместе вдохновимся прекрасными событиями, которые случились именно сегодня, 27 апреля. А затем выясним, какие из них еще обязательно случатся. Например, свой профессиональный праздник отмечают нотариусы. Еще в XVIII веке правильное составление документов и подтверждение их подлинности было возложено на специальных людей. Ими становились княжеские песцы и наместники, священники и подъячьи. А вот выбор праздничной даты связан с тем, что именно 27 апреля 1866 года император Александр II подписал положение о нотариальной части. Этот документ учредил должность нотариуса. А 56 лет назад в Энгельсе начал свою работу крупнейший в стране завод «Химволокно». Его состав вошло в производство важных для народного хозяйства материалов. Капронового шелка, ацетатного волокна, штапельного волокна и многого другого. Продукция завода поставлялась во все республики бывшего СССР и даже в Болгарию, Чехословакию, Польшу и Кубу. Ну а еще именно сегодня была запатентована важная вещь в жизни каждого малыша и мамы – памперсы. Их история создания следующая. Ученый Виктор Миллс постоянно замечал, что сталкивается с массой неудобств при пеленании своих внуков и решил эту ситуацию исправить. Первый подгузник назвали памперс от английского слова «баловать». А вот в наши дни существуют подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это изобретение давно покинуло пределы Земли, и без них не обходится ни один космический полет. Ну а теперь о том, что же ждет нас сегодня. В 16.00 в областной библиотеке состоится презентация трактата Франческо Петрарки о средствах против превратности судьбы. Автор, филолог, латинист Лариса Лукьянова готовила перевод данной книги более 20 лет. Для нее это большое событие. Пусть оно станет таковым и для вас. На этом у меня все. И помните, счастье – это крепкое здоровье и слабая память. Будьте счастливы. И кто знает, может, именно вы войдете в историю. Ну что, напомним тему сегодняшней программы. Друзья, быстрее, выше и интереснее. Почему интереснее? Потому что мы хотим не просто поговорить о спорте, об интересных видах спорта не с той точки зрения, кому-то интересно, кому-то нет, а необычные виды спорта. Чем вы занимаетесь, чем интересуетесь, рассказывайте нам. И мы сегодня эту тему подробно рассмотрим через вид спорта гандбол. К нам сегодня придут гости. Ты же все рассказал, всю интригу. А у меня нет секретов. Поговорим и о гандболе, и о том, как к нему приобщиться чуть позже. А сейчас давайте группу. Да, группу ВКонтакте. Какой необычный вид спорта вы хотели бы освоить? Это опрос в нашей группе ВКонтакте, в группе Саратов 24. Очень интересно. Гандбол 11%, пока виндсерфинг 33% лидирует. Люди хотят по Волге рассекать на виндсерфинге. Конный спорт 22%, американский футбол 33%. Виндсерфинг с американским футболом пока сравнялся. Но есть еще у нас один вариант в комментариях. Маткот. Это люди, у которых есть сейчас интернет под рукой. Залезьте в группу, посмотрите, что такое маткот. Это две ракетки, которые похожи на ракетки настольного тенниса, но без накладок, без резинок. Они просто деревянные. И черный шарик. Это очень распространено. На Кипре играют в Греции, в эти штучки на пляже. Очень удобно. Не улетает же ни валанчик, ничего. И вы там шарик. Если я ничего не перепутала. Анна подписывает, что это игровой ракеточный вид спорта на открытом воздухе. Разновидность пляжного тенниса. Да, знакомо, да. Ты ничего не перепутала. Чисто метренно очень. Этот шарик, эти твердые ракетки, они позволяют прям классно поиграть. Шарик не улетает. Интересно. Я просто никогда об этом не знал. Это здорово, что наши зрители помогают нам развиваться. Привезла такую штуку в Россию. Тоже хотела на нашем пляже поиграть. Дала ребятам каким-то на пляже. Они два раза ударили. Они из них качалор зажгли. Нет, так ракетки целы. А вот мяч, конечно, лопнул. У нас сильные ребята, не то что в Греции. Ну, а в Греции. Лучные, спортивные. Так что вот получилась вот такая вот ерунда. Пришлите нам, пожалуйста, еще ваши интересные виды спорта. Потому что, ну, честно признаюсь, про маткот я слышу первый раз. И Юля молчала и не рассказывала секрет, что у нее даже ракетки есть от этой игры. Да, забыла. Если у вас также есть какая-то интересная игра, расскажите нам о ней и просветите нас. И вполне возможно мы обсудим эту игру и как-то постараемся, может быть, здесь поиграть партиечку в маткот. В эфир уже стучатся новости, самые свежие и самые актуальные от наших коллег. Мы уступим им место ненадолго, вам будет интересно. А далее мы появимся в студию с гостями и поговорим и об интересных видах спорта, в частности о гандболе. Смотрите далее в утреннем шоу «Автопилот». Как играет в гандбол и каких успехов достигла саратовская команда? Что, по мнению детей, делают полицейские? И какие события произошли 27 апреля? Итак, как и сказали, уже сегодня 27 апреля. Здесь по-прежнему Юлия Астахова, Михаил Ведутин. И, конечно же, к нам пришел сегодня в гости Денис Афонин. Это разыгрывающий саратовского гандбольного клуба «СГАУ». Доброе утро, Денис. Здравствуйте. Денис, мы сегодня говорим о необычных видах спорта. И почему выбрали эту тему? Потому что сейчас хорошая погода, многие приобщаются к различным видам спорта. Кто-то выезжает на природу, играет во что-то. Гандбол, он, конечно, это профессиональный вид спорта, но в него же можно играть и просто на природе с друзьями. И мы решили на примере этого замечательного вида спорта поболтать, поговорить о необычных видах. Хотелось бы задать первый вопрос тебе. Ты самый настоящий профессиональный гандболист. Как начинается утро гандболиста? Зарядку делаете? Зарядку, да, нет, ну вы так не превышаете, конечно. Нет, ну как, тренировка и так рано утром приезжаешь. Там и разминка, тренировка в 10. Это не рано утро. Вот 7 утра – это рано старт автопилота, а 10 утра – это не рано. Кому как. А тренировка сколько длится? Полтора-два часа. Сколько тренировок в день? Две тренировки в день. Это каждый день? Каждый день. Выходные, четверг, воскресенье. Где базируется клуб с Гао Саратов? В юбилейном, в ФОК юбилейный. Там проходят все тренировки? Да, там все. Известно, что очень многие спортсмены выезжают и на сборы. Как со сборами в ФОК с Гао Саратов? До этого, ну я всего два года в команде, как бы, до этого два сбора было в Краснодаре. Вот, ну сейчас вроде как руководство планирует еще куда-то уехать там. Без вас? В другие города. Нет, с нами. Отдыхай, да. Отдыхай, да. Прекрасно. А Гандбол, давайте немножечко разберемся в правилах. Ну, нам, конечно, прям совсем нюансы, откуда пробиваются штрафные и так далее, не нужно. Сколько человек против кого играют, да, судьи, разыгрывающие, в чем задача? Сколько человек против кого играют? Именно такой вопрос. Нет, я знаю, 7 на 7, это я уже успела погуглить. Шесть полевых, один вратарь, то есть два крайних, два полусредних, разыгрывающий и линейный. Основная задача – забить мяч ворота. Игра ведется руками. Да, только руками, как бы. А штрафные тоже, да? Ну, конечно, все. С ногами как дал и сразу гол. Нет, у меня просто такой вопрос. Вот ты, как футболист, меня сейчас поддержишь. Подноготную всю. Да, я просто, когда тоже играл в футбол, давным-давно, у нас были такие тренировки, когда мы могли играть во все подряд. Ну, видимо, тренеру было лень заниматься, да. И он говорил, вот вам мяч и делайте, что хотите. Мы играли там вот наподобие гандбола. Мы брали руками, бегали. Во что играют гандболисты, если все люди в свободное время от тренировок играют в гандбол? Ну, для разнообразия, как бы, просто, допустим, тот же самый гандбол, да, допустим, забить мяч ворота, но, допустим, ну, передачи даем руками, но забить, допустим, нужно ногой или головой там. Ну, то есть вы сами вводите какое-то правило? Нет, почему? Ну, как тренер, как сказал, допустим, играем так-то, так-то. По ходу игры он может даже менять там правило. Там передача только левой рукой, можно там забивать только левой ногой. Ну, это получается как усложнение тренировки, да? Ну, просто для разнообразия, чтобы не было мудноты. Ну, и дополнительное развитие, да, что правая рука привязана, левая рука – здорово. Денис, у нас очень много вопросов к тебе. Сейчас прервемся на астрологический вопрос. Это к Марии Белат, она сейчас будет объяснять нашим зрителям, как нужно правильно жить, они предварительно задают вопросы. А далее мы продолжим пытать тебя. Доброе утро. В эфире рубрика «Астрологический вопрос», в рамках которой зрители присылают мне на почту интересующие их вопросы. Вопрос, на который я отвечу сегодня, будет о Татьяне. Вопрос о поиске общего языка с ее молодым человеком. Татьяна. Чтобы найти с вашим избранником общий язык, важно понимать, какой он. Он производит впечатление короля, с нисходящего до женщины-служанки. Сколько для него ни делай, он все равно считает, что так и надо. Переделать это отношение практически невозможно. Вы можете лишь заботиться, служить, отдавать себя полностью, но самое главное – не требовать ничего взамен. Лишь только в этом случае он расслабится и примет вас в свою свиту, будет защищать и опекать. Конечно, он способен на любовь, но это не та любовь, которую вы ждете, не те высокие чувства. Он любит не просто женщину, а именно за что-то. Удобство, помощь и так далее, что вы делаете рядом с ним. Самое лучшее, что можно сделать – это постепенно создавать привычку, иначе в обратном случае можно получить отношение к вам, как к мебели. С ним нужно быть тихой, незаметной. Яркая внешность и демонстрация себя в обществе – это только может отпугнуть. Нужно делать ставку на верность, преданность и заботу. Он очень капризен и критичен к любым действиям по отношению к нему. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Итак, мы продолжаем. Денис Афонин по-прежнему в студии. Это разыгрывающий из Саратовского гандбольного клуба «СГАУ». Доброе утро еще раз, Денис. Еще раз доброе утро. Денис, гандбол – очень такой энергозатратный вид спорта. И понятное дело, что вы очень много тратите сил. Как вы исполняете потом? Да как в основном? Мне 21 год, и я как бы, как говорит тренер, я бессмертный. Так, ну это все понятно. Но все равно усталость же она есть. Мне усталость, конечно. Она присуща даже самым сильным спортсменам. Конечно. Что, горячая ванна или еда, обед? Прийти домой прям плотно покушать и все, и на диван. У гандболистов ограничений в еде нет? Есть же какие-то спортивные диеты? Есть. Что нельзя гандболистам? Есть. Есть? Да, в принципе, нет. Можно есть все. Как бы главное не злоупотреблять чем-нибудь алкогольным и так далее. А, ну это правильно, мы тоже против алкоголя. Вот у Михаила созрел вопрос. В связи с тем, что мы посмотрели созрел вопрос, в связи с астрологическим вопросом, есть у всех спортсменов, практически у всех спортсменов, есть приметы. Потрогать там землю перед тем, как выйти на поле, поцеловать левую бутсу у футболиста, у соседнего или что-то еще. Какие у вашей команды и конкретно у тебя есть приметы? Есть ли вообще, веришь ли ты в них? Ну, говорят, что спортсмены самые суеверные люди, как бы, в этом плане. Вот. И, ну, у всех разные, на самом деле, там, кто-то определенную музыку должен послушать, кто-то еще что-то там. Лично у меня, ну, у меня есть девушка, как бы, и она мне, ну, вот прям, я вот уверен, и сам в себе уверенность больше чувствую, и почему-то, как оно получается все. Вот у меня, когда перед игрой именно удача желает, неважно, в другом городе, или она здесь приходит на игры обязательно всегда. Вот. Вот если желает удачи, прям все, прям перед игрой все. Все получается, вы талисман живой. Ну, да. Так вот, улетел на другую сторону планеты, там игра идет, здесь ночь, звонишь и желаю удачи. Нет, да, удачи желаю. Нет, я сплю еще. Ты пришел сразу в гандбол или до этого занимался каким-то другим видом спорта? Ой, я играю уже 14 лет, до этого, ну, вот, 7 лет я в гандболе, а до этого я перепробовал, наверное, море всего, и волейбол, и футбол, и мини-футбол, и каратэ, дзюдот, и куда только ни ходил. Ну, до 7 лет, понятно. Выбор осознанный получился. Я знаю, что сам ты не из Саратова. Нет, из Краснодара. Ты из Краснодара. Как в Саратове тебе, как наш себе прекрасный город? Уже прижился, уже прям хорошо, в принципе. Уже знаешь, где находится Третья Дачная, где находится Заводской район. Да, да, да. Прекрасно. Хотелось бы... Возможно, по районам. Так, солнечный, знаешь, где? А я там живу. На чем доехать до солнечного? Отсюда? Да. А, все, завалился. Доехать до Схи, до Схи там пересесть на 11-й трамву. Спортсмены очень быстро ориентируются. Подхованный. Как ты относишься к женскому гонболу? Он тоже существует. Женский вид спорта? Или все-таки ты это не любишь? Почему нет? Ну, честно говоря, мне кажется, любой женский спорт, он так немного нуднее, немного медлительнее. Но тоже есть свои, конечно, страсти. Там все классно, на самом деле. Тоже смотрю, много очень знакомых гонболисток и футболисток. А не играли друг против друга? Не устраивает вам тренера такие встречи? Раньше, когда помладше были, нам было, наверное, лет потом по 13, по 14, так вот играли, да, там, ну, со старшими девочками, разумеется, играли там. Девчонки вас обставляли? Ну, было, да, конечно. Да, у нас сильные спортсменки. Юля, это был вопрос с подковыркой, Юля, просто повторюсь, на футболе спортсменной. Да, все здесь, спасибо огромное за то, что посетил нашу студию, приятно было пообщаться. Узнали хотя бы немножко больше о гонболе. Будем ждать тебя еще в гости. У нас еще есть твой начальник, так скажем, который тоже появится на студии через несколько минут. Проверим твою информацию через него. Проверим. Вам спасибо, что позвали, буду рад еще приходить. Хорошего дня. Друзья, небольшая пауза и вновь вернемся в студию. Всем доброго дня. Мне приятно знать, что в качестве неотъемлемой части своего утра вы выбрали программу «Автопилот». Она точно не разочарует вас. Например, сейчас мы вместе вдохновимся прекрасными событиями, которые случились именно сегодня, 27 апреля. А затем выясним, какие из них еще обязательно случатся. Например, свой профессиональный праздник отмечают нотариусы. Еще в XVIII веке правильное составление документов и подтверждение их подлинности было возложено на специальных людей. Ими становились княжеские песцы и наместники, священники и подьячьи. А вот выбор праздничной даты связан с тем, что именно 27 апреля 1866 года император Александр II подписал положение о нотариальной части. Этот документ учредил должность нотариуса. А 56 лет назад в Энгельсе начал свою работу крупнейший в стране завод химволокно. Его состав вошло в производство важных для народного хозяйства материалов. Капронового шелка, ацетатного волокна, штапельного волокна и многого другого. Продукция завода поставлялась во все республики бывшего СССР и даже в Болгарию, Чехословакию, Польшу и Кубу. Ну а еще именно сегодня была запатентована важная вещь в жизни каждого малыша и мамы – памперсы. Их история создания следующая. Ученый Виктор Миллс постоянно замечал, что сталкивается с массой неудобств при пеленании своих внуков и решил эту ситуацию исправить. Первый подгузник назвали «памперс» от английского слова «баловать». А вот в наши дни существуют подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это изобретение давно покинуло пределы Земли, и без них не обходится ни один космический полет. Ну а теперь о том, что же ждет нас сегодня. В 16.00 в областной библиотеке состоится презентация трактата Франческо Петрарки о средствах против превратности судьбы. Автор, филолог, латинист Лариса Лукьянова готовила перевод данной книги более 20 лет. Для нее это большое событие. Пусть оно станет таковым и для вас. На этом у меня все. И помните, счастье – это крепкое здоровье и слабая память. Будьте счастливы. И кто знает, может именно вы войдете в историю. Итак, мы продолжаем. Здесь по-прежнему Юлия Астахова, Михаил Ведутин, но у нас поменялся гость. Был Денис Афонин, разыгрывающий гандбольного клуба с ГАО. А теперь у нас серьезный мужчина, исполнительный директор гандбольного клуба с ГАО Алексей Алексеевич Кортов. Доброе утро. Алексей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас узнали всю правду о гандболе. Нам рассказали, что ограничений в питании нет. Вы их не ограничиваете. Нет, не считаете ли вы, что они слишком больно живут? Нет, на самом деле, два раза в день тренируются. Я считаю, что можно здесь наоборот, как можно больше есть. Все подряд. Можно прощать. Мы им разрешаем, да. Но во время игр все-таки рекомендуем, как бы здесь у нас есть врач, который составляет меню, особенно на выезде. Есть определенные продукты только. Сколько у нас молодцов в команде саратовских, которые защищают честь области? Саратовских именно или вообще? Ну, нет, вот именно нашей команде. А, ну, 20 игроков у нас сейчас. Больше не надо, как бы на площадку выходит 7 всего. Ну, каждого там, если травмируется кто-то на всякий случай. Ну, где-то 20 человек, не больше. Это в основной команде. У нас дубль еще есть. Ага. А вот не знали, это уже подробности. Это уже секретная информация. Расскажите, пожалуйста, что сейчас идет на Саратове? Какое первенство? И когда можно будет поболеть, сходить за ребят? Ну, в Саратове у нас идет, не сейчас идет, а идет уже с сентября месяц чемпионат России, как бы вот Суперлиги. Вот. Мы играем. Сейчас попали мы в первую шестерку. Выполнили задачу минимум. Поставленную руководством перед нами. И играем мы, значит, за первое-шестое место. Сегодня играем мы с 14-кратными чемпионами России. Подряд были чеховскими звездами. С лидерами нашего чемпионата, которые за это время проиграли всего, ну, игры 3-4. За все это время. Вот. Тяжело сегодня будет, но мы тоже растем. Каждый день растем, каждый год, как бы. И что надеемся, что дадим им сегодня бой. Сегодня армия поклонников умилечится. Конечно, дадим бой, будем болеть. Во сколько и где, Алексей Васильевич? Куда идти и болеть? Мы играем в 18.30. Играем мы этот сезон весь, как бы полностью проводим фоки юбилейные. Юбилейные мы здесь, как бы, всех приглашаем, поддержать нас. Думаю, что здесь с этим делом надо не задерживаться, потому что количество мест там ограничено просто. Все-таки, да, интересный вид спорта, стоит сходить. 18.30, фок звездный, солнечный. Юбилейный, ты не путай. Я все фоки перебрал просто. Звездный и солнечный юбилейный. Все нормально. Сейчас предлагаем вам посмотреть фотографии, друзья, наши телезрители. Это с игр, где наши старатские ребята борются против каких-то соперников. Расскажите нам немножечко. Каких-то, да. Что за команда? Это не они же чеховские медведи? Да, чеховские медведи как раз. Чеховы играли с ними. Слушайте, ну наш-то покрупнее. Чеховские медвежатки какие-то. Ну, это так на фотографии кажется. У нас тем более сейчас вот кто самый большой там был, Ерохин Дмитрий, он покинул команду. Был, да, он один из самых высоких был в России, в российской суперлиге. Ну, по семейным обстоятельствам мы с ним расстались. А вот Денис Афонин у нас этот молодой, подающий надежды парень. С ним мы уже общались. Скажите, какими качествами нужно обладать, чтобы быть хорошим гонболистом? Ну, хорошим гонболистом надо в первую очередь, я думаю, надо быть так, как настоящим мужиком, потому что бьют, очень сильно бьют гонболи. И видите вы, как бы все габаритные ребята, вот, как бы здесь, это в первую очередь. Ну, и, соответственно, нелентяем быть. Вот это вот, что... Мы с тобой не попадаем. Михаил, нас в команду не возьмут, только в качестве болельщика. Нет, ну приходите, мы вас научим. Сколько лет можно начать заниматься гонболом? Многие сейчас нас смотрят, нас подрастающих в колене. Нет, в 5 лет, я думаю, можно уже начинать. Но здесь, это не только гонбол, вообще просто общеразвивающие, там, в начале тренировки идут. В 5 лет гонболистом стать невозможно, как бы. Но встать на путь? Да, на путь, да, там уже. Дальше уже понравится, если, значит, будут заниматься некоторые, там, приходят из футбола, там, из легкой атлетики. Сейчас гонбол развивается в Саратове. Ну, я знаю, что в Саратове, она строительная недавно, вот, года 4-5, да? 5 лет команда существует наша, и все 5 лет, в принципе, мы движемся подрастающих, как бы, начали, создали команду вообще на ровном месте, при поддержке вот Саратовского государственного гонболного университета. Это ветераны, энтузиасты, как бы, Саратовского гонболы, там несколько человек у нас было, мы создали команду, и, в общем-то говоря, решили попробовать. Ну, потом начали пробовать, пробовать, вот пробуем, сейчас уже, значит, начали мы там с высшей лиги. Хорошее начало, скажем, а у вас первой лиги нет там? Нет, у нас есть первая лига, высшая лига, есть суперлига, где мы сейчас играем. Но тогда первой лиги не было, вот 5 лет назад, и мы высшей лиги команду заявили, первый год заняли седьмое место, на следующий сезон уже вторые стали, а на третий сезон стали чемпионами высшей лиги, и попали в суперлигу. Алексей Алексеевич, спасибо большое за визит, за то, что рассказали нам так много о гонболе. Есть сайт у команды, друзья, заходите, можно каждого игрока узнать в яйцо, освежить в памяти, где у вас только игры, она же будет не одна в Саратове, будет еще? Не одна, еще, да, будет 4 мая, 9 мая, 24 мая, у нас сезон будет 4 мая. Время, место, числа, все можно посмотреть на сайте, а также в группе ВКонтакте вашей команды. Спасибо, что смотрели наше интервью, мы программу продолжим чуть попозже, а сейчас пойдем гостя провожать. Интересные фильмы и сериалы в эфире телеканала «Саратов-24». 18.05. Российский криминальный детектив «Тульский Токарев». Именно так звучит полное название пистолета «ТТ», ставшего культовым с конца 80-х и в течение почти всех 90-х излюбленного оружия в годы Великой Криминальной войны. Действия фильма разворачиваются в 70-е и 80-е годы, прошлого века на Васильевском острове в Ленинграде. Там герои фильма расследуют серию убийств, совершенных загадочным маньяком по прозвищу «Шахматист». В 2011 году сериал был выдвинут на премию «Золотой носорог» в категории «Телевизионный сериал» в трех номинациях. Лучший телевизионный сериал, лучший сценарий и лучшая режиссерская работа. А также получил премию в категории «Премии за телевизионные фильмы вне категории» в номинации «Лучший монтаж». Многосерийный российский криминальный детектив «Тульский Токарев». Сегодня в 18.05 на телеканале «Саратов-24». Итак, мы продолжаем. Те люди, кто смотрели нас с самого утра и кто видел наше интервью, здесь у нас были два серьезных мужчины. Я не побоюсь этого слова. Один мужчина помладше, другой мужчина чуть поопытней. Был Денис Афонин, это разыгрывающий гандбольного клуба саратовского, естественно, с ГАУ. И Алексей Алексеевич Кортов, который является генеральным директором. Он нам рассказал о том, что в гандбол можно идти с пяти лет, что для этого нужно быть не лентяем и быть настоящим мужиком. Все очень просто. Почему мы говорили про гандбол? Потому что мы сегодня вспоминаем необычные виды спорта. Не то, чтобы гандбол он необычный, но он сравнительно недавно родился. Необычный достаточно. И в Саратове вообще ему всего пять лет. Поэтому мы решили на примере этого вида спорта разобраться со всеми остальными. Я тебе могу даже сказать, почему я считаю его необычным. Потому что там огромные мужики, как будто они... Тяжелоатлеты? Тяжелоатлеты, да, хотел сказать, легкоатлеты. Огромные мужики. Но маленький мяч. Маленький мяч. Как в футболе, но маленький. Да. Играют руками, как в баскетболе. Площадками и нефутбольные. Площадками и нефутбольные. Но разве не необычная игра? По-моему, очень даже необычная. Туда еще клюшку добавить и воды чуть-чуть налить. Как ни крути, в любом случае все виды спорта объединяет, конечно же, силу характера и целеустремленность. Вот к любому спортсмену это действительно применимо. Согласен. Срешите нам, друзья. Мы продолжаем общаться. Программа «Автопилот» идет вперед. Мы в прямом эфире. Есть группа ВКонтакте, есть СМС-портал. И есть номер, по которому можно всегда позвонить в прямой эфир и дозвониться. Будем вас очень ждать. Да, этот номер вы видите на указателе внизу. Вот здесь вот зеленый. У кого? Ага. Вот здесь вот. Звоните. Да, это номер для СМС. И также мы призываем вас писать нам в группе ВКонтакте. Конечно. Напомним о том, что у нас там идет голосование. Прямо сейчас. Какой необычный вид спорта вы хотели бы освоить? А. Гандбол. Б. Виндсерфинг. С. Конный спорт. И Д. Американский футбол. Почему-то у меня после Б пошла С. Да, люди в основном голосуют пока за американский футбол. Большинство хотят освоить именно американский футбол. Американский футбол и рэкби. Я же ничего не перепутала. Это такой мяч, такой выкнутый. Я так понимаю, что да. И передачки назад. Мы просто с Юлей тут не вообще не спортсмены. Слушай, ну ты хотел бы какой вид спорта необычный освоить? Я бы хотел попробовать, ну освоить и попробовать. Мне кажется, это разные вещи. Да, попробовать. Попробовал. Да, разоченько. Я бы попробовал кайтсерфинг. Это когда ты едешь на доске по воде за парашютом. Ну, за парашютом кайт это крыло, на самом деле. Ветер, я так понимаю, нужен в этом медиспорте. Всего лишь. И доска. В Саратове можно найти такой денежек, где есть ветер. И погнали. Но я знаю, что еще есть вот этот кайтсерфинг, кайт... Бординг. Кайтбординг, да. Да, что зимой катаются на сноуборде с крылом. Кто-нибудь сейчас смотрит профессиональный спортивный, скажет, о, все понамешали. Что они говорят? А для нас механика же одна, держишься и едешь. И катишься. Слушай, но мне бы хотелось попробовать, я никогда в жизни, в бадминтон-то я играла. Но вот именно в профессиональный бадминтон, когда они там безумно вот лупят этот фуаланчик, скорость дикая. Я бы хотел попробовать. Я лет пять назад узнал, что есть вообще профессиональный бадминтон. Я так... Че, ты, 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 ты. Ну да, вы привыкли, что это легкая игра, пляжная. Я привык, что моя бабушка играет в бадминтон вот в такой шляпе. Отца-мушка, да? Да, с соседкой подачей. Мне интересно было бы вот именно в динамике попробовать именно этот вид спорта. Да, интересно. Это очень круто. Сейчас рубрика «Один день», а дальше продолжим рассуждать на тему интересных видов спорта. Вспомним что-нибудь еще интересное. Да, а по поводу... В среднем, чтобы заснуть, человеку нужно семь минут. То есть утром нужно опасаться длинных очередей или остановки. Поэтому лучше задержитесь дома и позавтракайте вместе с нами. Это «Утренний бутерброд» и я его ведущая Анна Антонова. Специально для вас я приезжаю в гости к нашим телезрителям и узнаю, и пробую новые рецепты. Сегодня мы в гостях у Романа Габдулина. Здравствуйте, Роман. Я слышала, что вас еще называют Вова Вовочкин. Кто это? Я даже не знаю, если честно. Роман? Мне кажется, да, тебе кто-то наврал. Обманул тебя совсем. Но на самом деле это такой мой персонаж есть, которым я пользуюсь на праздниках. Ну, как пользуюсь, то есть вхожу в образ и работаю. А самое главное, что больше всего я использую его для праздников с детьми. Чем он завтракал бы, если... Мне кажется, поскольку у него еще есть бабушка, а бабушка ему когда-то показала рецепт очень вкусных штук, которые она назвала «Язык проглотишь». Ты знаешь такое выражение «Язык откусишь». Да. Вот она сказала, что это не «Язык откушь», это «Язык проглотишь». Сначала откусил, потом пригласил. И для этого нам всего лишь нужен батон, яйца, молоко, сахар, сливочное масло, ну и сковородка с плитой. Ну, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь, давай-ка, мы сделаем две ванны, я бы так сказал, с молоком. Одна, это для тебя ты будешь туда... Омолаживаться. Да, и с яйцами. Дальше мы должны с тобой добавить сахар. Сахар? В яйца. Что это нам даст? Это нам даст вкус, то есть это будут сладкие штуки, от которых точно язык проглотишь. Теперь нам нужно с тобой... Так, а ты не готовишь на чужую кухню? Только смотришь, да? Хорошо. Да, я стараюсь не готовить на чужую кухню, я узнаю и пробую новые рецепты. Вот этот рецепт тебе понравится, потому что он очень легкий. Вот смотри, нам нужен хлеб, желательно черствый, то есть если у нас остался где-то батон в хлебнице, которому уже пару-тройку дней, то это будет самое то. Нарезаем вот такие вот не очень толстые средние кусочки. Так, в общем, наша с тобой задача – конек-горбунок, сказку знаешь такую? В общем, там он, чтобы стать моложе. А кто там был-то, кстати, кроме конька-горбунка? Там был царь, который хотел стать моложе. А нырял туда кто? На коньке-горбунке? Иван Дурачок. Иван Дурачок стал умным и красивым, а царь умер, вот и все. Ясно. В общем, ладно, плохая история. Так, чтобы стать вкуснее, мы сначала окунаем молоко. Правильно? Да. И из молока выходит вот в эту прекрасную смесь сахара и яиц. Первый мы, по-моему, вот это вот закидывали. Вот, отлично. Да, отлично. Красиво. Вот от этого сейчас съемочная группа «Саратов-24» будет просто без ума. Я думаю, как-нибудь мы должны снять съемочную группу, просто разворачиваем камеры, а там точно уже… Пусть они готовят, а мы… Какое самое сложное блюдо, которое ты готовил в своей жизни? Самое сложное? Да нет сложных блюд, которые я готовил. Я сложные блюда просто не готовлю. Я готовлю, я импровизирую, там делаю салатик, начинается все, например, с мяса и достается из холодильника все, что есть. Все это жарится в одной сковороде, потом перемешивается, добавляется туда даже какой-нибудь томатный соус или кетчуп. И в итоге это получается крутая штука для какого-нибудь гарнира. Неважно, это будет картофель-пюре, картофель-фри или макароны. Как аппетитно это выглядит, да? Угу. Это еще сковородка такая чужая, она… Так аппетитно. Кручет дырочку просто, да, они получились. Итак, сегодня мы приготовили очень вкусный сладкий завтрак, который подойдет и для детей, и для всей семьи на выходных. Приготовил нам его Роман Габдулин и готовила вместе с ним Анна Антонова. Пишите нам, рассказывайте нам о своих рецептах, и мы приедем, и вы будете следующим героем нашей рубрики. Пока. Пришло время закинуть огоньку в эфир, друзья. Есть новость от радиостанции «Русская служба новостей». Всем внимание. Между прочим, Липки, друзья, парк Липки, наш любимый, он закрывается. Да. Плачешь? Плачу. Рыдаешь? На самом деле, это очень грустная новость, но не волнуйтесь, друзья. Закрывается он ненадолго. Парк закрывается для проведения традиционных весенних работ по благоустройству, в плане улучшения эстетического и санитарного состояния сада, подготовка к запуску фонтанов, и также планируется привести просто парк в еще лучший вид. Завершить работы планируется до 30 апреля, поэтому не переживайте, долгие майские праздники мы все-таки... Мы проведем там. Мы проведем там, мы попадем в парк, и будем гулять и смотреть на зеленые деревья, на пробегающих мимо людей, которые либо мимо бегут, либо уже просто там вот отдыхают в этом парке. Которые на работу опаздывают, да. Но те люди, которые часто гуляют в этом парке, они знают прекрасно, что это ежегодная процедура, поэтому ничего в этом страшного нет, абсолютно можно не переживать. Но для самых внимательных у нас здесь уже появилась зеленая коробочка. Это зеленая коробочка. Здесь стоит не просто так, в ней лежит подарок. Ну да, доставай, конечно. Ну, может, доставай. Нет, нет, доставай, надо знать, за что бороться. Все правильно. Итак, это браслет, такой прекрасный браслет от наших партнеров, от компании Zifa. Кто-то сегодня наденет его себе на руку. И обогатится. А может быть, выиграет мужчина и подарит свой любимый. Так что мужчина, будьте внимательны. Итак, внимание, вопрос. Во-первых, хотелось бы сразу сказать, что правильный ответ мы принимаем по звонку. 54-30-30. Запомните этот номер. Если вы будете знать правильный ответ, тогда тут же его набирайте. И добро пожаловать в наш новый эфир. Даже если вы не знаете правильный ответ, вы можете просто позвонить и угадать его. Все очень просто. Нет, уж лучше знать. Но поболтать мы всегда любим. Итак, друзья, вопрос. Мы же сегодня говорили про гандбол и решили проверить вас на внимательность. Вновь. Сколько человек находится на площадке во время игры в гандбол? С одной стороны. Давай уточним. С одной стороны. Именно на площадке играют. Нет, всего две команды. Во время игры. Сколько человек находится на площадке без судей. Именно одна команда и другая. В одной команде определенное количество человек и в другой. Сложите эти две циферки и получится то количество человек. Вратарей обязательно считаем. Конечно. Вратарей и все игроки команды. Ни судьи, ни арбитры, ни болельщики. Только игроки. Сколько участников двух команд находятся на поле во время игры гандбола? Вот такая вот очень простая загадка. Очень простая загадка. На самом деле очень просто. Если вы не знаете, вы можете погуглить, спросить у знакомого, либо вспомнить интервью. Пока мы говорим, люди удивительные. Они уже звонят. Я уже слышу, что есть звонок уже в студию у нас. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Вячеслав. Вячеслав. Как настроение сегодня? Отличное. Как давно проснулись? Очень давно. А зарядка была уже сегодняшним утром? Обязательно. А завтракали? Конечно. Можно продолжать тогда. Слушайте, скажите, какие интересные виды спорта вы знаете и, может быть, к каким-то уже приобщились или планируете? Интересные, не знаю. Вот такие необычные, которые вы перечисляли. Стандартные только. В основном люблю шахматы, нарды. Очень стандартные такие. То есть вы активный. Я хочу побегать по набережной. С шахматами. От мужичков, которых выиграл. Здорово. Давайте ближе к делу. Мы сегодня говорим, в частности, про гандбол. Сколько же человек находится во время игры на площадке именно игроков? Всего 14 игроков, 7 человек у каждой команды. Вы мне знаете, на какой вопрос ответите сейчас? Кто будет носить этот браслет? Жена. Жена. Молодец. Поздравляю вас. Вам достается этот замечательный презент из нашего зеленого ящика, полного позитива и подарок. Да, не отключайтесь. Наш редактор сейчас объяснит вам, каким образом и куда нужно попасть для того, чтобы забрать этот браслет, чтобы ваша жена ходила довольная, потому что вы проснулись рано утром, ответили правильно на достаточно простой вопрос и забрали этот подарок, свою любимую сухую. Всем, кому не повезло, никто не успел дозвониться в эфир, смотрите программу «Автопилот». У нас всегда очень много не только ценной информации, интересных сюжетов, но и, естественно, розыгрыш. И будьте с нами, сейчас реклама и потом снова в бой. Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, что делают полицейские. Они ловят тех дядей, которые очень зловные. Их называют преступники. И еще они их сажаются в тюрьму. И это у них такое наказание. Я вот смотрела сегодня мультик «Тюрьмон и Пумба». Там их посадили в тюрьму. Если кто-то нарушает правила, они садят в клетку. Или кто-то непритёгнутый, или я непритёгнутый. Папа моего забирают и садят в клетку. Они ловят лоришек. Злых. Преступников ловят. Они садятся на машину и гонятся за этими преступниками. И еще мерданки включают. Завушку делают. Забирают преступник. И сажают в тюрьму. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mailsobaka.saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Прямой эфир. Программа «Автопилот» продолжается. Мы постоянно утром спешим, быстрее завтракаем, хотим быстрее проснуться и так далее. Где спешка не нужна, друзья, так это на дорогах. Некоторые люди спешили и наделали аварий. Где они, Михаил, расскажет? Девочки, я тебя, с твоего позволения, поправлю. Нигде нельзя спешить. В завтраке тоже нельзя спешить. Не надо. Но не так критично, как на дороге, согласитесь? Ну, не знаю. Не буду с тобой спорить. Ну, ладно. Юля сказала, не торопимся, значит, не торопимся. У нас пока 5 баллов. Время практически уже без 5 минут 9 доходит. Те люди, которые торопятся на работу, надеемся, что вы успеете. Но центр города, начнем с него. Здесь Астраханская улица. Стоит просто практически полностью и стоит очень опасно. До улицы Московской. Здесь бордовый цвет. Там вообще полтора километра в час оставит ваша скорость. Люди там практически не едут. Они просто идут пешком. Московская стоит, Рахово стоит. На Рахово уже есть ДТП. Центр города, в принципе, загружен весь. Поэтому, если вам туда не надо, старайтесь как-то объехать это место. И не езжайте через центр города. Просто вы потеряете очень много времени. 10 километров в час нам подсказывают. Едет улица Московская. Ну, куда это? Вообще никак. Итак, проспект 50 лет Октября. Также плачевная ситуация ухудшилась. Около улицы Тракторной здесь скорость составит 5 километров в час. Как можно идти действительно пешком. 5 километров в час проходит за час, собственно говоря, взрослый человек. Итак, проспект Строителей. При подъезде к кольцу уже собралась пробка. На самом кольце также пробка. Пробка почему? Потому что вновь дорожно-транспортное происшествие у нас произошло на самом светофоре. Двигаемся дальше. Также есть ДТП на улице Черниговской. Да, но их очень много. Давайте посмотрим на Шахурдина. Пожалуйста, покажите нам ее. Шахурдина красного цвета вся. То есть люди пытаются ехать в центр города. 15 километров в час в принципе приемлемая скорость, но не торопящая. 15 километров в час пуша Хурдина в сторону центр города. Плодородная также ДТП. Черниговская ДТП. Усть-Хурдемское шоссе. Слава богу, без ДТП, но есть выезд, тот самый выезд к Строительному рынку, где уже собралась, естественно, пробка. Можно ехать в сторону Затона. Спокойно можно спускаться в сторону центра города. Также можно подниматься в сторону Юбилейного. Здесь никаких проблем нет. Давайте перейдем к мосту. Посмотрим, что у нас там происходит. Мост Саратов-Энгельс. Здесь есть небольшие затруднения. Но я думаю, что это не пробка. Это просто ограничение по скорости. 40 километров в час составляет движение в сторону Саратова. В сторону Энгельса никаких проблем нет. Все отлично. Хотел сказать, солнышко светит, но это же твой текст уже. Да, не отнимайте. Извините, пожалуйста. Лесо-Заводская двигается. Все нормально. Тельмана есть небольшие затруднения, но надеюсь, что они ненадолго, потому что там стоят люди в связи со светофорами. Улица Чернышевского уже загружается до того самого Кристалла. Вот у Лишей люди стоят. Стоят в сторону центра города. Ну и рассмотрим заводской район. Новоастраханское шоссе стоит при пересечении с железнодорожным полотном около Зуборезного. При переезде там уже люди встали. Ну, собственно говоря, поезд пошел. Проспект Энтузиастов и улица Орджиникиза также стоит. Все красного цвета. Скорость составляет 15 км в час. Мы желаем вам ежедневное такое послание ко всем автодорожникам, автолюбителям. Ни гвоздя, ни жезла. Ну и, конечно же, следите за дорожными ситуациями. Следите за теми людьми, кто переходит. И помните о том, что дети также идут в школу. Не торопитесь. Пусть лучше они сначала пройдут, а потом вы уже поедете. Ничего страшного, если опоздаете на 5 минут. Но мы переходим к погоде. Что же нас ожидает на территории нашей любимой области, как Юля постоянно говорит, и на территории нашего любимого города. Напомню, те, кто потерялись во времени, сегодня 27 апреля. И что хотелось бы сказать по поводу погоды. Ну, во-первых, синоптики нам сегодня прогнозируют пасмурную погоду. Солнышко будет выходить, но совершенно ненадолго позагорать. Вы знаете, прям так серьезно не получится. Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров фрутутного столба. Что касается температуры, плюс 15 градусов будет днем. Все-таки воздух разогреется. Вечером плюс 10. Синоптики составили такой прогноз. С удовольствием вам передаем. Надеемся, что пригодится. Ну, достаточно теплая и комфортная погода. Да, но вон не забывайте, потому что сейчас, мне кажется, это такой самый главный аксессуар, который позволит, например, не заболеть. Потому что промокните под дождем и раз, прослуда. Замерзнуть уже не получается, прям совсем-совсем. Какой дождь, смотря? Если у тебя там слезы головы. Если ты сухой, если ты не намок, то все нормально. Но если вы на машине, если вы посмотрели пробки, то главное ехать с закрытой крышей. Точно. Остается немного времени до конца нашей программы. И предлагаем вам посмотреть выступление одной прекрасной группы. Хайдеггер жив. Потанцуем немножко. Здравствуйте, мы группа Хайдеггер жив. И сейчас мы вам исполним песню под названием «Крылья». Не ясно, как мне попасть на ближний берег. Ведь мосты развели. Я стою, как будто на обрыве, на краю последней земли. Мои крылья, мои крылья пробуждаются весной. Мои крылья опускаются порой. Мои крылья расправляются во мне. Мои крылья наяву, они во сне. Нанизываю я крючки на леску и забрасываю в прибой. Ты не грусти, я пришлю тебе смысл. Сейчас тебя зацепит, друг мой дорогой. Я, мои крылья, пробуждаются весной. Мои крылья опускаются порой. Мои крылья расправляются во мне. Мои крылья наяву, они во сне. Да, наяву, они во сне. Не во сне, не во сне, не во сне. Да, не вопрос, не во сне, да, наяву. Не во сне, не во сне, не во сне, не во сне, не во сне. Раскаты грома, нам с тобой знакомы. Слеплены из попья машин. Кто объясни, мне рискнет подрезать крылья. Если крылья у меня в душе. Мои крылья пробуждаются весной. Мои крылья опускаются порой. Мои крылья расправляются во мне. Мои крылья наяву, они во сне. Да, наяву, они во сне. Не во сне, не во сне, не во сне. Да, не вопрос, не во сне. Да, наяву, они во сне. Не во сне, не во сне, не во сне, не во сне, не во сне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы практически заканчиваем уже нашу программу. Не практически, а заканчиваем нашу программу. И мы сегодня разговаривали о интересных видах спорта. Быстрее, выше, интереснее, так звучала наша тема. Мы разыграли сегодня призы, мы поговорили сегодня с гостями. Мы опросили вас, какой необычный вид спорта вы хотели бы освоить в нашей группе ВКонтакте. Два лидера у нас. Конный спорт, люди любят лошадей, и американский футбол. Люди любят лошадей. Ребята, занимайтесь спортом, неважно, каким. Самое главное, что спорт помогает нам выглядеть красиво, стать умнее. Как мы уже сегодня выяснили, лучше логически мыслить. Девочкам вообще это полезно. У нас же напрочь отсутствие. Ну не надо, сейчас ты навыдумываешь. Да, ну мы постарались как могли здесь, бодрили вас, будили вас, старались как-то гандболом разбавить этими серьезными мужчинами, которые были у нас в гостях, чтобы вы так же пробудились. Подумали, что вместо Юли пришел мальчик, а нет, нет, это был просто наш гость Денис Афонин. Да, ну мы заканчиваем, спасибо вам, что были с нами, здесь Юлия Астахова, Михаил Ведутин, программа Автопилот, здесь наши операторы, редакторы, все те ребята, которые помогают нам и вам бодриться с утра, спасибо вам большое. Надеемся, что вы будете активно продолжать общаться с нами и смотреть нашу программу в прямом эфире. Команды новостников уже злятся на нас с тобой. Ребята, ловите вам слово, интересные новости для вас, наши дорогие телепритеры. Естественно. Субтитры создавал DimaTorzok